Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надёжного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Дмитрий Медведев провёл в Краснодаре совещание по импортозамещению. Это первое такое заседание на Кубани. Премьер-министр России изучил особую технологию выращивания яблок и признался, какой сорт ему нравится больше всего. Здесь точно знают – залог успешного импортозамещения в корнях – деревьев. В краснодарском опытном хозяйстве и садоводстве разработали уникальный метод выращивания яблонь без какой-либо опоры. В классической европейской технологии корневая система саженцев располагается под поверхностью почвы, а у наших напоминает якорь, который прочно удерживает дерево в земле. Благодаря этому закладка одного гектара деревьев обходится теперь не в миллион 200 тысяч рублей, а в два раза дешевле. Для европейцев нужна дорогостоящая опора и шпалерная конструкция, для нашего не надо. Меньшая себестоимость производства продукции, значит, рыночные ценовые преимущества. Ну и дальше пошли, естественно, снижение срока окупаемости, повышение рентабельности. Современную технологию, которая позволит уменьшить себестоимость кубанских яблок, показали премьер-министру России. Дмитрию Медведеву рассказывают, урожайность остается такой же высокой, как и при европейском подходе, а вот цена значительно снижается. Да и секрет вкуса кубанских яблок в минимальной химической обработке. У нас всеми нормами и правилами запрещена обработка за 24 дня до съема. А там наоборот, они берут контейнер с поля, опускают в раствор с пестицидом, для того, чтобы забить все микротрещины, бактерии, и ставят в холодильник. Говорят, ребята, вы что делаете, оно же сейчас себя питает, то есть мертвая среда. Они вас не слушают почему-то. Они говорят, так не мы же есть будем. Ну мы теперь тоже не будем. Поэтому наше яблоко берешь, оно пахнет, а их яблоко берешь, оно мертвое. У них на самом деле тоже разное. То, что для себя, там прекрасные сорта, великолепные, только учиться нужно. А все, что естественно на экспорт идет, другого качества, длительного хранения. Краснодарский край стал первым регионом в стране, где решено провести заседание недавно созданной правительственной комиссии по импортозамещению. За время действия санкций на Кубани в отдельных отраслях сельского хозяйства удалось увеличить объемы производства. Например, рекордный за всю историю урожай зерновых. Но без структурных изменений говорить о полноценном импортозамещении пока рано. Вениамин Кондратьев по пути на совещание предлагает проработать поправки в закон о предоставлении земли фермерам. С этого года у них забрали приоритетное право в аренде земли. Земли маловато. Христиане не должны быть малоземельными. Но поддержите нас землей. А кто землю-то не дает? Там вообще проблема. То есть фермеры о чем сегодня говорят? Что они хотели бы получать землю без ровния торговли. То есть иначе они не могут никакие торги выиграть, потому что тут же монополисты и маршрутизные заходят и у них ее отбирают. Нам-то нужно укладываться. Позиция верховного суда сейчас несколько другая. Она говорит, прежде чем дать фермеру без торговли, делать и публикацию. Можно обсудить это, можно практику попробовать. Немножко развернуть в этом направлении. Давайте подумаем. То, что импортозамещение, процесс сложный, не может идти механически, глава Кабмина говорит уже на совещании. Да и не стоит такой задачи любой ценой заместить импортные товары на отечественные. Нужна конкуренция. Важно, чтобы российские компании производили качественную и востребованную продукцию мирового уровня. Пока лучше всего это получается в сельском хозяйстве. Основное внимание регионам нужно уделять развитию сельскохозяйственной инфраструктуры. И речь идет не только о создании логистических центров, овощехранилищ и заготовительных пунктов. На двусторонней встрече с главой Краснодарского края Медведев говорит о создании комфортных условий для жизни на селе. Именно это и есть тот ресурс, который позволит нарастить объемы импортозамещения в агропромышленном комплексе. Сегодня больше 80% продовольственных товаров, которые потребляют жители Кубани, производят в регионе. А значит, есть возможность обеспечить продовольственную безопасность не только края, но и всей страны. Подготовка к отопительному периоду стала темой краевого видеоселектора. Она поприняла участие в работе совещания, которое прошло под руководством временно исполняющего обязанности губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Открывая совещание, Вениамин Кондратьев напомнил, что еще в мае в крае была создана межведомственная комиссия для контроля соблюдения сроков и качества работ по подготовке к отопительному сезону. А мы с вами, коллеги, должны и также опязываться временно и качественно провести все необходимые мероприятия по подготовке к предстоящему отопительному сезону. Работу необходимо завершить до 1 октября, чтобы мы четко могли понимать, что мы готовы. К 1 октября все муниципалитеты должны получить паспорта готовности. В Анапе эта работа идет по графику. На подготовку к зиме объектов жилищно-коммунального комплекса и социальной сферы города будет направлено свыше 88 миллионов рублей. По завершению краевого селектора глава Анапы Сергей Сергеев дал ряд поручений городским службам. Одно из таких – подготовить информацию об обеспечении малоимущих семей, нуждающихся категории граждан твердым топливом. Я в протокол попрошу записать, чтобы мне Людмила Георгиевна и социальные службы ответили по обеспечению социальных льготников твердым топливом, то бишь дровами и углем, там, где у нас нет газификации. Среди других поручений главы города активизировать работу с управляющими компаниями по погашению долгов за потребленные ресурсы. Сентябрь будет богатым на события. Главное в политической жизни края и Анапы – выбору губернатора Кубани и депутатов муниципального совета курорта. Насыщенной будет и культурная программа первого осеннего месяца. Сегодня на оргкомитете в администрации обсудили предстоящие праздничные даты. Просветительские, патриотические, спортивные, развлекательные. С начала сентября Анапу захватит вихрь самых разных, но безусловно, интересных мероприятий. С 13 по 20 сентября 24 открытый фестиваль кинострана СНГ, Латвии, Литвы и Эстонии «Киношок». 13 открытие на летней эстраде в 20 часов. 18 праздник «Гостогаевские встречи». В этом году мы планируем, что этот праздник пройдет еще и при участии органов территориального общественного самоуправления. Они планируют провести там форум в рамках этого мероприятия. И 20 числа закрытие фестиваля «Киношок». И все-таки главные даты в сентябрьском праздничном календаре – День города и очередная годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Свой день рождения Анапа отметит 19 сентября. Общую концепцию праздника представила начальник управления культуры. В программе есть как неизменные моменты, так и новые идеи. Например, праздник винных традиций или фестиваль колокольного звона. Впервые проводим фестиваль колокольного звона и духовного песнопения «Благовесту моря» с 11 до 16 часов в сквере Гудовича. На сегодняшний день подтвердили свое участие 15 звонарей с России. Там же мы планируем провести открытую галерию работ мастеров декоративно-прикладного творчества и художников волшебных рук творения. Выставку экспонатов Великой Отечественной войны найдены в ходе поисковых работ на Анапской земле. Интерактивной молодежной площадке «Играй город». 21 сентября Анапа встретит 72-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. В этот день не будет шумного веселья. В городе пройдут памятные мероприятия. Светлана Яровая поручила разработать детальный план подготовки для каждой службы. Анапчане всегда готовы прийти на выручку соседям. В Геленджике потушен лесной пожар, общая площадь которого составила 85 гектаров. В борьбе с природной стихией была важна помощь каждого. Движущей силой стала авиация МЧС России. На очаги природного пожара сброшено более 220 тысяч литров воды. Анапские пожарные помогали заправлять воздушные суда в аэропорту курорта. Жара и засуха дают о себе знать. В труднодоступной местности в 15 километрах юго-восточнее города Геленджика произошло возгорание в лесном массиве. Сначала горело 22 гектара леса. Затем огонь распространился на площадь 85 гектаров. Анапа всегда готова прийти на помощь в трудную минуту тем, кто в этом нуждается. Всем, чем может. Например, водой. К месту тушения очагов пожара были дополнительно направлены два самолета Ил-76, два самолета Бе-200 и четыре вертолета с водосливными устройствами. Их своевременную и бесперебойную заправку огнетушащими средствами в Анапском аэропорту в течение двух суток осуществляли пожарные подразделения города-курорта. По поручению первого заместителя главы курорта Светланы Яровой, специалисты управления муниципального контроля и ЖКХ проводят мониторинг внутри дворовых территорий многоквартирных жилых домов. За пять дней объезда дворов Анапы составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Заросший травой двор, детская площадка, тренажеры, а вместо клумб рассадник сорняков. Это дворовая территория многоквартирных жилых домов номер 190 и 66 на улице Терской. За нескошенную траву в отношении управляющей компанией коммунальщик возбуждено административное производство. Дворы в центре города должны быть образцовыми, а на деле все наоборот. А также Горького, 70, где очень неприглядном состоянии внутри дворовая территория. Большое количество бросового мусора, сорной растительности. За пять дней мониторинга внутри дворовых территорий в отношении сотрудников управляющих компаний специалистами управления муниципального контроля составлено 11 протоколов об административных правонарушениях. Материалы переданы на рассмотрение административной комиссии, где определяют сумму штрафа. Кто главный на дороге? Вопрос всегда спорный. Водители называют себя, пешеходы уверены, что именно они. Непонимание – причина множества автокатастроф. Ситуация обостряется в курортный сезон, когда движение по пешеходным переходам становится в разы интенсивнее. Спешка до добра не доводит. Водители транспортных средств не всегда замечают пешеходов. Зачастую не уступают им дорогу, даже видя специальный знак. Однако пешие участники движения нередко игнорируют дорожные знаки и переходят проезжую часть в неположенных местах. За прошедший период 2015 года на территории муниципального образования город Курорт-Анапа зарегистрировано 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых 9 человек погибло и 14 получило ранения. Перечисленные дорожно-транспортные происшествия являются ДТП с участием пешеходов и, как правило, по вине пешеходов. Основным нарушением пешеходов является переход проезжей части в неустановленном месте. Для водителей за нарушение предусмотрена административная ответственность. Штраф – полторы тысячи рублей. Для пешеходов-нарушителей штраф составляет 500 рублей. Правы могут быть и те, и другие, но лучше быть здоровым и невредимым. Приближается новый учебный год. За лето ребятишки наверняка подзабыли правила дорожного движения и стали менее собранными. Все водители курорта должны быть предельно бдительными и давать преимущество маленьким участникам движения. Отдел ГИБДД продолжает профилактические мероприятия под условным названием «пешеход». С 1 сентября на улицах города увеличится количество пешеходов детей. Уважаемые водители, будьте предельно внимательны и осторожны, ведь жизнь ребенка зависит от вас. Дорога – зона повышенной опасности в любое время суток. Главное – быть вежливыми и внимательными друг к другу. И в продолжение темы. Халатность по отношению друг к другу на дороге может стать причиной серьезных аварий. Пример тому происшествия, случившееся сегодня в городе. На Пионерском проспекте водитель маршрутного автобуса номер 114 не справился с управлением и врезался в идущий впереди трактор. Не обошлось без жертв. На Пионерском проспекте в районе пансионата «Давиль» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и трактора. Автобус принадлежит компании ООО «Старт» – трактор пансионату «Давиль». В результате дорожно-транспортного происшествия посадал один человек – это водитель трактора. По данному делу возбуждено административное расследование, виновные лица устанавливаются. Пассажиры автобуса не пострадали. Водителям стоит помнить – риск – это забава не для проезжей части. С 5 по 9 августа в Сараево Босния-Герцеговина проходила первенство мира среди юношей и девушек до 18 лет. В состав сборной команды России подзюдов входила воспитанница ДСШ номер 4 из станицы Гастагаевской Кулиш Фаина. Это дебют Фаина на столь высоких стартах. И результат – бронзовая медаль в командном первенстве. В личных встречах Фаина боролась в двух схватках. В одной из них уверенно одержала победу над спортсменкой из Италии, а во второй уступила спортсменки из Турции. Российская команда юношей завоевала серебро чемпионата. Поздравляем Фаину Кулиш с бронзовой наградой первенства мира и желаем ей успехов в спортивной карьере. И завершит выпуск прогноз погоды. Партнер прогноза погоды – салон магазина изделий из камней самоцветов Тайной Медной горы. В четверг, 13 августа, в Анапе ясно возможен дождь с грозой. Температура воздуха днем плюс 25-27 градусов. Ночью – до 26 градусов тепла. Ветер северо-западный – 2 метра в секунду. Атмосферное давление – 754 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 28 градусов. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин Тайной Медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин Тайной Медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». А магазин «Доступные и качественные одежды для детей и взрослых» «Модная школа» поможет подготовиться к 1 сентября. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова